Все, давайте начинать. Усаживаемся, уже уселись. Положение ног удобное. Прикрываем глаза, за макушкой вытягиваемся, чувствуем вес. Приходится ровно на седалищные кости. Сглаживаем поясницу. Опускаем плечи от ушей, шея длинная, раскрепощенная, не зажимаемся. Мысль на себя сканируем, просматриваем, осознаем, чувствуем. Запоминаем ощущения на данный момент перед тренировкой. Несколько глубоких дыханий, полных дыханий. С необходимым направлением. Вдох, живот, ребра, грудная клетка. Наполняем себя снизу вверх, весь объем легких. Выдох, сверху вниз, в обратном направлении, грудная клетка, ребра, живот. И несколько дыхательных циклов самостоятельно. С каждым новым циклом стараемся еще больше растянуть дыхание. Замедлить, углубить, делать более объемным. На вдохе стараемся поймать ощущение внутреннего распирания. На выдохе, соответственно, ощущение внутреннего сжатия. Найдите такую оптимальную пропорцию дыхания, чтобы вы не отвлекались. Чтобы это было нелегко, но в то же время доступно. И необходимости сесть и отдышаться иным образом не возникало. Подышим немного по переменным дыханиям. Закрываем левую настрой, дышим правой. Очередным выдохом, своим ритмом завершаем. Выдох, меняем в сторону, дышим в левой настрой. И с очередным выдохом опускаем руку на колено. Вдох, выдох двумя настройами. И на выдохе открываем глаза. Выполняем цикл Капалабхази. Сейчас делаем сиди, отрабатывая технику. Активный выдох, подтягиваем живот. Пассивный вдох, ослабляем живот. Потом будем делать эту технику, поменяв положение тела. Сейчас привычным образом. Поехали. Первый подход. Стараемся усилия на вдохе не делать. Дышим так, что сами не слышим звука своего вдоха. А вот выдох шумный. И активно живот подтягиваем. Ориентируясь на пупок. Пупок к позвоночнику. С резким холостовым движением. Заканчиваем первый цикл. Полный вдох. Задержка на вдохе. Массаж ребра на встать. Постукиваем себя подольше. Держим задержку. Дружная клетка. Ребра. Второй раз. Ребра со спины. Сжимаем ухами ребра. Держим его до встал. Систимся. Откашливаемся. Долго. Выдох. Удьяна. Глубоко не складываемся. Согните больше позвоночек. Стягиваем живот под ребра. Дополнительно. Корневой замок. Промежность. Шейный замок. Подбородок. Рыгин. Комфортное время удерживаем. Задержку после выдоха. Прежде чем делать вдох, расслабляем живот. Спокойно выдыхаем. Даем себе пару дыханий отходы. На второй задержке после выдоха взбалтываем животом. Минер. Продолжаем. время. Побыхали животом, делали брюшные манипуляции, даем себя отдышать. И сейчас ложимся на спину, плотно прижимаем поясницу к полу, подкручивая таз на себя, то есть выполняя задний наклон таза. Голова на полу. Руки можно положить на живот или одну ладонь, можно не делать этого. Капалабхати в положении лежа. Немножко изменятся ощущения, может быть будет непривычно, не так удобно. Поехали, дышим капалабхати. Поясница плотно прижата, подкручиваем таз, не просто лежим, расслабиваем жизнь, а усилием на то, чтобы прижать поясницу. Особенно это актуально у кого гиперлордоз, кому нелегко прижимать поясницу в положении лежа на спине. Припечатываем и тоже ориентируемся на ступ. Купок к позвоночнику в полу. Делаем вдох, надуваем живот арбузом, удара банка, держим живот под напряжением. Внутри брюшное давление на вдохе. Надуть, держать. Беременный живот. Арбуз такой, удара банка. Держим комфортное время, когда чувствуем, что все, задержка закончилась, спокойный выдох. Дайте себе отдышаться, в себя прийти, восстановить ощущения. Сейчас вдох, лежа на спине. Выдох. Удьяна банка, живот под ребра. Ну, лопатка, корневой живот. Поднимаем голову лопатки и пробуем выдавить серединный жгут на патьяна на ул. Прочувствовать его, прямую мышцу живота. Сначала удьяна лежа, потом прямую мышцу живота. Такого ничего не получалось. Давайте второй раз. Вдох. Выдохнуть. Удьяна. И серединный жгут. Так, чтобы были ощущения, что косые мышцы под ребрами, а вот такой вот домик из прямой мышцы живота у нас вырастает. А если из жира вырастает? Ну, это не про вас. Хорошо. Поддержали задержку. Руки вверх, ладошки к потолку, стопы на полу, бедра, стопы параллельно друг к другу. В динамике работаем с сетом бандхасанной. Вдох, таз, вверх. Прогиб. Выдох, таз, вниз. Поясницу прижали. Вдох. Поехали. Один. Делаем в таком динамичном темпе. Два. Три. Может быть, не очень максимальная амплитуда, да? Не до конца мы прогибаемся. Четыре. Пять. Больше даже мышечная работа. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Опускаем таз. Прижимаем поясницу к полу. Поднимаем голову, лопатки, руки вперед. Гусеничка. Тянем бока. Рука правая, то к правой стопе, то левой, а к левой. Один. Два. Три. Четыре. Дыхание. Задерживаем. Пять. Шесть. Выше лопатки. Семь. Смотрим вперед. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Голова на полу. Руки в стороны. Плечи, ладони прижали к полу. Бедра к животу. Контролируем, чтобы колени были вместе. Не разваливаем осознанный контроль, проводящий мускулатуру. Ноги в правом взгляд, взгляд лево. Ноги в лево, взгляд вправо. Это один. Продолжаем. Два. Удар сюда. Три. Коленки не разваливаются. Голова противоположная в одном сторону. Четыре. Дышим спокойно. Пять. Еще шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Право. Влево. Вернулись носки. Мы разгибаем колени. Стопы от себя. Носки натяните. А пальцы на себя. То есть голеностоп от себя. А пальцы на себя. Поднимаем голову лопатки кончиками пальцев рук. Тянемся к ногам. Угол ноги в корпус. Девяносто градусов. Держимся. Раз. Два. Выше лопатки. Десять. Хорошо. Сгибаем колени. По ванному к тазу на спокойный вдох. Лежим на спине. Выдох. Теперь начинаем кататься вперед-назад. На вдохе перекатываемся вперед. На выдохе укатываемся внизу. Если есть возможность в перекате больше импульса перекатываемся на стопы поднимаем таз. На выдохе назад. Еще вперед. Назад. И еще пять. Четыре. Три. Два. И с очередным перекатом или перекатываемся сразу на стопы или сели. Помогаем себе руками. Поднимаем таз и встаем. Да. Негол не рушится. Все в порядке. Хастрика. Большие пальцы рук в плечном полке соединяем. Это активный вдох. Это активный вдох. Через нос. Поехали. Играет музыка. Играет музыка. Делаем вдох. На вдохе, не открывая рта, звучим и простукиваем грудную клетку. Полный вдох. Выдох. Удияно. Втянули. Начинаем надушками давить на бедра. Пытаться выдавить серединный жгут. Теперь здесь. Прямую мышцу живота. Матьяна науле. Если она у нас обозначается, мы чередуем. То втягиваем утьяну, то достаем серединный жгут. Хорошо. Еще два подхода. У кого получается поработать с науле. Вращение вправо. У кого совсем ничего не получилось. Сейчас Агнисарат Хаутик до. Агнисарат Хаутик до. Агнисарат Хаутик с науле. Вращение вправо. Угу. И третий подход тоже по велиагнасаре или вращением влево. Топ. Выдох. Отлично Подтягиваем живот Всю дорогу, всю тренировку Доша-басана, держим эти мышцы под контролем Собираем руки над головой Плечи от души Артха-кадичи-красана Боковой наклон влево, тянем правый бок Взгляд из-под плеча Чувствуем, как тянется правый бок Это должно быть комфортно, даже приятно Дыхание не теряем Два Три Четыре Пять Центр вдох Наклон вправо, тянем влево Взгляд из-под плеча Один Два Три Четыре Пять Центр вдох Руки за голову Таз вперед Вес пошел на переднюю сторону стопы Если легко, можно поднять пятки Продолжаем прогибаться Но вытяжение приоритет Дышим Раз Два Морин, больше таз вперед Выходим Оба Три Веронику совсем не вижу Четыре Пять Опускаем стопы Вес на пятки Сгибаем колени Подкручиваем таз На себя Попчик в пол Утка таз Сидим Один Два Взгляд или вперед Или вперед и вверх Три Четыре Пять Прижимаем живот к бедрам Руки на пол Разгибаем колени Живот остался у бедер То есть колени Может быть останутся Немного подсогнутыми Макушку в пол Уттанасом Остаемся Один Два Три С каждым выдохом Если чувствуете, что Ноги потихонечку Привыкают к наклону Разгибаем колени Четыре Пять Ладошки уверенно на пол Если нужно, опять согните колени сильнее Отшагиваем в планку Плечи над ладонями Живот и гриботонус Стоим раз Два Три Четыре Пять Адхамукхашванасана Собаку головой вниз Толкаем Ноги головой Тянемся к полу Если чувствуете, что руки-ноги разъезжаются Чуть-чуть можно подшагнуть ногами вперед Основное усилие на то, чтобы растянуть позвоночник Вот первый подход мы на это в первую очередь смотрим И чуть глубже проваливаемся в плечах Чувствуем вздевание в плечах Дыхание спокойное Еще три Четыре Пять Взгляд вперед Правая нога шагает к левой руке Левая нога шагает к правой Раскрестили голени Согнули колени Присели В положении сиделки на колени Подныриваем голову Прорабатываем шею Один Два Подбородок вверх поднимаем Три Четыре Пять Подбородком в груди Затылком вверх поднимемся назад Один Два Параемся голову как можно дальше назад умести Три Четыре Пять Сгибаем шею подбородок в груди Прокатываем голову по часовой стрелке Один Два Три В обратном направлении Один Два Амплитуда движения комфортная В шее боли быть не должно Три Отлично Разгибаем шею Работаем с плечами Вращаем плечами назад Динамики Два Три Четыре Пять Вперед Один Два Три Четыре Пять Раз синхрон Правая Вперед Левая Назад Один Два Три Не поочередно назад А в раз синхрон Четыре Пять Оля тоже поочередно Как мне кажется Мы получается Плечевыми головками Крутим Ну для вас Против часовой стрелки Наоборот Теперь по часовой стрелке Левая вперед Правая назад Один Два Три Во-во Нейрогимнастика Четыре Пять Ладно Включаемся Вдох Прогиб Выдох Сгибаемся Стараемся подключить к этому движению Весь позвоночник Вдох Выдох Проработать и поясницу И грудной И шея Тоже Выдох Еще четыре Вдох Выдох Пять Вдох Выдох Выдох Спину Назад Руки Вверх То же самое Движение В позвоночнике Сохраняем Дополнительное движение В плечах Вдох Руки За голову Сгибаем плечи Выдох Руки Вперед Оправляем спину Два Выдох С каждым вдохом Стараемся руки Как можно дальше За голову Увести Три Четыре Пять Вдох Выдох Разворачиваем Ладони От себя Руки За голову Насколько Смогли Увести И Тушим Круг за головой Максимально Задействуем Локти Сгибаем И разгибаем Один Два Три Четыре Как можно дальше Руки За голову Пять В обратном направлении Один Два Три Четыре Хотя Ладошки В потолку Поворачиваем Дай Пять Хорошо Руки За спину Собираем Замок За спиной На вдох Замок Ушли Подтянитесь Разогните Локти И стяните Лопатки В позвоночнику Насколько получилось И на выдохе Нахлон Шею Сгибаем Лбом Целимся Опуститься До пола Замок Как можно Выше Остаемся Максимальное Разгибание В плечах Мы Один Лопатки Стягиваем Два Другого Два Это движение Ого Супер Три Можем 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 Четыре Пять Отлично Вдох Поднимаемся Суфийский круг Следующее упражнение Ребята Если у вас колени высоко То можно Одну руку Периодически Убирать На пол Ну вот Если колени высоко Чтобы не ограничивать Себе движение Если колени более-менее Так Открыто Тазобедренные Позволяют Руки на колени Кисти подвижно Давайте пошагово Веренка Давай немножечко сдвинься Сюда Чтобы я тоже видела Я не буду двигаться У меня Камера стоит Да Вот так нормально Начинаем С левого плеча Диагональный наклон К правому колену Локоть вперед Да Можно свободную руку Убрать на пол Второе движение Грудь к полу Таз на месте Отстаются Локти в сторону Третье движение Диагональный наклон В противоположном направлении Правое плечо К левому колену И четвертое движение Выпрямляем спину Выпрямляем локоть Вытягиваемся вверх Теперь соединяем Два шагово К правому колену Грудь к центру К левому колену Вверх И еще Правое Центр Вверх И еще И еще разочек В этом направлении Плечо Грудь к полу Плечо Противоположном колену Вверх И наоборот В обратную сторону Правое плечо К левому колену Центр Левое плечо К правому колену Вверх Два Можно немножко более плавно двигаться Три Четыре И пять Довольно комплексная работа Тут и с тазобедренными С позвоночником С плечами И с локтями Идет работа Отлично Стряхните плеч Немножечко Собираем стопы Вариант посложнее Хват за большие пальцы Попроще Это либо за стопы Либо даже выше За щиколотки В общем чем выше хват Тем легче И мы делаем следующее упражнение Малышковая гимнастика Разгибаем ноги в коленях Поводя ногу в сторону Чем выше хват Тем легче вам будет То есть меньше сгибания будет И вам легче будет делать это движение Спина прямая Не сутулимся Держимся с прямой спиной Колени могут до конца Пока не разгибаться Мы только начали зарядку Поэтому у нас еще Тело такое жестковатое И его нужно разогреть Еще несколько раз поочередно Как ощущения? Все в порядке у всех? Ничего Отлично И теперь одновременно Обе ноги Держим баланс Раз Два Три Четыре Да, кому легко Можно дать руку Пола не касаться Пять Шесть Семь Восемь Хорошо Ноги в стороны Вариант основной руки Вот здесь Перед таком Если будет получаться плохо Тяжело Вы можете сделать попрощий вариант Вести руки за таком Раз Поднимаем одновременно Ноги настолько высоко Насколько получается Всего восемь раз Один Давай Молодцы Все сложные варианты Были три? Не все Все Четыре Выше Вышать Пять Шесть Ноги активны Семь Отлично Восемь Супер Хорошо Скрещиваем голени Переходим в планку В планке Вдох Выдох Четуранка Собака Собака Мордой Вверх Вдох Собака Мордой Вниз Вверх Отлично Шаг Левая нога Вправо Правая нога Влево Так что Левая нога У вас впереди Сейчас Сдеваем колени Наоборот Поднимаемся У нас получился Крестик ног Да Ну Если вы перепутали Ноги Не страшно Потому что Мы будем менять Что касается стоп Можно стоять Вот так Вот На внешний край Можно на стопах Задание следующее Мы будем Сдевать колени Приседать До точки Невозврата У всех Она своя Кто-то Вот так Сможет присесть Но это не вы Кто-то Сможет Сесть полностью При условии Что вы сможете Встать Не помогая себе Руками То есть Разгибая колени Разводя колени В сторону Мы присели И точно так же Можем встать Если вы знаете Что вы не сможете Без рук встать Вы присаживайтесь Насколько вы можете Окей Поехали Присаживаемся Медленно Не спешим Не падаем Кто сел На вас У нас Крест боли Поднимаемся Ноги меняем Да Ноги меняем На вас У нас кто садится Без помощи Рук поднимаемся Присаживаемся Кто был стоя Поменяли ноги стоя Да Кто сел На вас На скрест боли Никто не присел Поменяли ноги стоя Поднимаемся И еще Присаживаемся На вас На скрест боли Поднимаемся Кто не присаживался Меняем ноги местами Еще два раза Присаживаемся Присаживаемся Встаем И последний раз Присаживаемся Поменяли ноги Супер Молодцы Хорошо Начало коврика Уртвахастасана Вдох Уттанасана Вдох Арха Уттанасана Вдох Читуранга Вдох Уртхам Мукхашванасана Вдох Адхам Мукхашванасана Вдох Отлично Переходим В положении Сидя И пододвигаемся К началу коврика Мы сегодня Уже делали перекаты Сейчас поделаем Еще раз Хват Или за большой пальцы Нок Или попроще Выше защипываться Чем лучше хват Тем проще Такое Ноги у нас Длиннее рук Как правило Поднимаем пятки Под контролем То есть контролируем Сознанием Своё движение Скругляем спину Пробуем лечь В положении лежа Выпрямить ноги Подтянуть за голову Не надо до пола Это не халасан Это скорее Супта Башхиматанасана И снова Сгибаем ноги в колени Перед этом садимся Пятки пола не касаются Разгибаем колени здесь Ага Второй раз Согнули колени Легли Выпрямили ноги в коленях В положении лежа Согнули колени Сели Выпрямили ноги в коленях Еще разок Согнули Легли Выпрямили ноги Согнули Сели Выпрямили ноги Если у вас хорошо получается Если не очень хорошо Продолжаем В том же духе Сгибая колени Если все хорошо С прямыми ногами Легли И с прямыми ногами Сели И еще 4 раза Легли Или сгибая колени Или не сгибая Сели И еще Ага Катя Да Зачи колоски С согнутыми ногами И даже Возвращаем И не садимся И еще один разочек С прямыми посложнее С согнутыми Чуть-чуть попроще Отлично Хорошо Сейчас опускаем На пол Левую ногу Левой рукой Берем Правую За стопой Или Чуть выше Опять же Чем ближе к стопе Тем сложнее Скручиваемся вправо Правая рука назад Взгляд на правую ладонь Или на стену Позади себя Вы можете остаться здесь Это упражнение В принципе Доступно всем Если вам хочется усилиться Сохраняя скрутку Глубину скрутки Мы поднимаем Левую ногу И соединяем Левую стопу с правой Да И держим баланс Ага И остаемся в скрутке Раз Два То есть второе задание Это чуть-чуть посложнее Первого Три Четыре Пять Отлично Опускаем левую ногу На стопу Разворачиваем Сгибая правое колено В сторону Четверочка Угу Да Левую ногу Подсгибаем И можно остаться здесь А можно усилиться Сохраняя положение ноги Захват За стопу Если до стопы руки Не достают Ну где достают Отклоняется Разгибаем Левое колено И уже в балансе Переходим Да К стопе Семнее Сгибаем Левую ногу Не Не правую Левую Вот так Вот это Два Галина стоп Немножко заломила Нормально себя Стопа чувствует Три Четыре Пять У кого было вертикальное положение Возвращая Левую ногу На стопу Скручиваемся Влево Поднимаем Правую руку Тянемся Вытягивая Правую ногу Вдох На вытащи Стараемся Достать Правым плечом До стопы Если плечом Не получилось Вы достаете Локтем Или предплечем И несмотря на то Что здесь такое Сложное Комплексное положение Мы продолжаем Толкая Левая ладошка Пол Вытягиваем Позвоночник Взгляд За левое плечо Да Малин Взгляд За левое плечо Это правое Два Вытягиваем Спину Да Позвоночник Длинный На скрутке Три Четыре Пять Медленно Выходим Из скрутки Уводим Правую руку За спину Толкаем Левая С такой Ладошками Пол Поднимаем Таз Как можно Выше Если шея Себя Хорошо Чувствует Прогиб в шее Но этого Не обязательно Делайте Вы можете Просто держать Шею Вытянутой Держимся Раз Таз Выше 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 Два Выжимаем Себя Три Четыре Пять Аккуратно Возвращаемся Вытягиваем Правую ногу И правой рукой Прямо Левую ногу Скручиваемся Влево Разноименный Захват Взгляд На левую Ладошку Да Спина Вытянута И сутулимся Если готовы Усложнить Поднимаем Правую ногу Соединяем Стопы Вместе Правая нога Держите Сама Один Два Три Четыре Пять Стопы Поднимал Правую ногу Сгибаем Колено Ставим Стопу Левое колено В сторону Лодыжка На бедро Аккуратно Четверочка Чуть-чуть Правее Один Четверт Четверть Сгибаем Правую Ногу Можно Руки Усложнить Баланс Захват за правую ногу. Чем ближе к стопе, тем интереснее, конечно. Держимся. Если вы усложняете на ту сторону, усложняйте на эту. Один. Два. Следим за дыханием. Три. Четыре. Пять. Отлично. Возвращаем правую ногу на стопу. Разворачиваемся вправо. Левая рука вверх. Тянемся вдох. Чувствуем левый бок. Выдох. Сгибаем левый локоть. Пробуем плечом. Ну, или локтем, или даже предплечем. В общем, как так? Достать левой рукой до левой стопы. Взгляд вправо. Толкая правую руку по полу, вытягиваем позвоночник. Юля, длинный позвоночник. Вытянутая спина. Да. Один. Два. Хорошо. Три. Четыре. Пять. Марина, куда смотрим? Влево. Вправо, да? Выходим из скрутки. То есть шея продолжает у нас, как правило, всегда линию скрутки. Чудуш подастся на полу стола. Поднимаем таз, как можно выше. Если готовы, прогиб шею. Если не готовы, вытягиваем шею. Смотрим на потолок выше таза. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И потихонечку. Абушка на пол. Скрещиваем голени вдох. Поднимаемся в планку. Выдох. Фиксация. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Четуранга с фиксацией. Кому надо, с колен. Плечи вперед, локти к бокам. Можно с колен. Один. Угу. Так, с планкой спина. Два. Идуля держите. Хороша была сейчас. Три. Только держимся. Марина, локти к бокам. Четыре. Пять. Уртхо. Хашанасан. Разгибаем локти. Грудную плетку толкаем вперед. Коленные чашки подтягиваем. У Диана, Банха. Курец держим под контролем. Один. Шея длинная. Не зависит. Не висим вот так вот на руках. Два. Три. Четыре. Больше грудь вперед толкаем. Пять. Перекатливаем пальцы ног, собака мордой вниз. Вытягиваем позвоночник. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И собаки мордой вниз. Взгляд вперед. Шаг правой ногой вперед. Если надо, шагните. Помогайте одноименной до шагнуть. Левое колено на пол. Проверяем. Доректность. В правом колене 90 градусов. Голень вертикально. Колено над пяткой. Не над собой. Да? И левую ногу отодвигаем подальше. Выпад. Санчаласана. Остаемся. Дышим. Так же грудную клетку толкаем вперед. Один. Два. Три. Катерина, мне кажется, вы можете глубже слить. Четыре. Как-то вот мне так кажется. Я могу ошибаться. Пять. Очередной вдох. На выдохе. Обратное положение. Уводим таз назад. Теперь левым коленем 90 градусов. Разгибаем правую ногу. Животом стремимся прижиматься к правому бедру. Один. Внимание. Вперед на большой палец. Два. Три. Четыре. Вероника, Юля, если вы готовы, сгибайте локти. Предплечье на пол. Пять. Хорошо. Со вдохом. Ладони под плечи. Вам так удобнее будет достать руками до пола. И если есть возможность, левая рука перешагиваем через правую голень. Если вы еле-еле достаете руками до пола, оставьте левую руку на полу под плечом. Ну, здесь поинтереснее, конечно. И поднимаем правую руку, в любом случае, где бы ваша левая ладонь не была, и смотрим на правую ладонь. В ногах осталось все то же самое, что было в предыдущей асане. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Вдох. Опускаем правую руку. Выдох. Сгибаем правую ногу в колене снова. И левую голень задней ноги разворачиваем справа. Разворачиваемся в широкий край коврика. Правая ладонь изнутри от стопы. Колено и плечо толкают друг в друга. Левая рука вверх. Взгляд на левую ладонь. Таз стараемся опустить ниже в поперечной плоскости. Да. Все сейчас хорошо стоят. Таз ниже. Айдадин. Следим за ощущениями. Не должно быть ничего криминального. Два. Все. Все. Прекрасно. Отлично. Уже видно, человек поработал. Три. Хорошо. Четыре. Пять. Отлично. Вдох. Левая ладонь на пол. Левая голень назад на носочек. Стопа. Правая рука вверх. Правая от шаг в конец коврика. Правая нога. Ну и по готовности левая нога под шаг в правую. Боковая плавка. Кому легко и удобно стоять в этом положении, сгибаем правую ногу в колени. Сгибаем правую руку в локтей. Касаемся локтем коленом. Один. Да, Оля меня правильно поняла. Два. Ребят, молодцы. Колено подолго. Три. Четыре. Пять. И правая нога шаг. Можно помочь правой рукой душа гнуть вперед. Левую разворачиваем на носочек. Берем вес на две ноги равномерно. Поднимаем. Все геробходрессонально. Остаемся. Ноги сильные. Здесь восемь счетов. Один. Два. Левая колена затянуто. Три. Вес равномерный. И на правой, и на левой ноге. Четыре. Пять. Шесть. Дышим шипящим звуком. Создаем атмосферу прибоя. Семь. Восемь. Очередной вдох. На выдохе прижимаемся животом к правому веку ладони по обе стороны от стопы. Разгибаем правое колено насколько можем. Вытягиваемся корпусом вдоль правой ноги. Широкая парша-танасана. И еще стоим. Один. Два. Три. Подбородком стараемся достать до боли. Не четыре. Пять. Шесть. У кого левая нога на носочке, попробуйте пяткой все-таки дотянуться до пола. Семь. Восемь. Со следующим вдохом снова выпад на правое колено. Корпус на центр. Скручиваемся. Левая рука вперед, правая рука назад. Внимание на правую ладошку. Разворачиваемся грудью вправо или наоборот. Вправо. Да. Смотрим на правую ладонь. Один. Два. Левое колено затяните. Три. Четыре. Пять. Стоим еще шесть. Семь. Восемь. Вдох. Правая рука вперед. Выдох. Левая рука назад. Левую ногу на стопу. Боем второй. Начинаем вращать правым ведром наружу. Внимание, поверх правой ладони по-прежнему. Остаемся. Выпад глубже. Один. И колено наружу вращаем. Два. Ваши ноги уже должны вот так вот вибрировать. Три. Четыре. Вдох. 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 Поясницу вглаживаем. Пять. Еще три счета. Шесть. Семь. Восемь. Вдох. Разгибаем правую ногу. Стопу правую ставим параллельно левой. И на выдохе просорита податонаска на ладони между стоп. Макушкой. Локти сон направляем в одну точку. Взгляд. Кончик носа. Растягиваем заднюю сторону тела. Ноги хоть и широко, но вы четко чувствуете контроль на ногах. Это поза стороны ногах. Вы не теряете контроль. Не раздвижаетесь. Внешний край стопы сжимая полностью. Шею расслабляем. Руку на макушку затянуть до пола ниже. Андрей, отлично. Два. Ух ты, какой наклон у него стал. Три. Еще, еще. Четыре. Вероника, касайте головой пола. У тебя есть все, чтобы это сделать. Пять. Руки поближе к стопам пододвинь. На линию со стопами. Да. Шесть. Вот. Сразу достала. Семь. Восемь. Толкаем ладонями пол на вдохе, поднимаемся. Разворачиваем стопы диагонально. И присаживаемся в рудрасом, руки вверх. Копчик подкручиваем к полу. Поясничный отдел сглаживаем. Вращаем коленями наружу, да. Открываем забедренные руки вверх. Я показываю, что с ногами делает. Один. Сейчас покажу руками, что делает с ногами. Два. Три. Ох. Приятно? Четыре. Пять. Шесть. Ниже присаживаемся. Семь. Я всех не могу. Это совсем не причина. Восемь. Вдох. Разгибаем колени. На выдохе поворачиваючи правой ноге ладоник в обе стороны. От правой стопы. Вдох. Шаг. Плангу. Выдох. Шаг. Шаг. Урхвам. Хашвана. Сама. Вдох. Вот так. Собака. Вдох. Собака. Безвыдох. Не теряя потока. Встречаемся все в собаке морде вниз. Несколько дыханий. Что случилось? Да у меня носок. Что же решает? Носок? Да. Ничего. Хотя они такие хорошие носочки. Собаки. Внимание вперед. Шагаем левой ногой вперед. Сами-то лазанно на левую ногу. Также точно если не можете шагнуть просто ногу, помогаем одноименной рукой. Смотрим. Корректность отстроена. Вытягивается. Взгляд вперед и вверх. Один. Марина, еще левую ногу вперед можно продвинуть. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Атхакануманасана. Другое положение. Таз назад. Левую ногу. Разгибаем стопа на себя. Вытягиваемся корпусом вдоль левой ноги. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Чуть-чуть приподнимаемся, если наклон был глубокий. Ладошки под плечи. Проверяем возможность перешагнуть правую руку через левую волю. Если получилось, супер. Будет поизвестнее. И поднимаем левую руку в любом случае. Ноги остались как в предыдущей астане. Взгляд на левую ладошку. Скручивается влево. Один. Держим баланс. Два. Это балансовое положение. В нем длинных постоять. Три. Четыре. Держимся, держимся. Ноги сильные. Пять. Вдох. Левая рука вниз. Будет по тву-доху. Заводим левую руку изнутри. Отстопу. Прижимаем ладошку в пол. Разворачиваем правую колен влево. Поднимаем правую руку вверх. Таз ниже. В поперечной плоскости. Как в шпагате. Как парш ваканасов. Только вот на календаре. Один. Вращаем левым бедром наружу. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Правая ладонь на пол. Правая колен назад. Стопора на носок. Выдох. Левая рука вверх. Левой ногой. От шаг. В общем-то можно остаться в прихатане. Но вы же молодцы. Поэтому под шагом правой ногой в левую. Боковая плата правым боком вниз. Если стабильно. Сгибаем левую ногу в колени. Сгибаем левый локоть. Касаемся коленом в локте. Направляя колено к потолку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шаг левая нога вперед. Если не надо, помогайте себе левую ногу. Правую на носок разворачиваем. Поднимаемся. Вверх берем равноверно. Дверх. Вверх. Намасте. В первых. Кадраса на один. Восемь. Еще. Один. Ноги сильные. Два. Пробуйте. То разорвать звук в коврике, то собрать его гармошкой. Прочувствуйте работу ног. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вдох. Выдох. Живот к левому бедру, ладошки на пол. Сгибаем левое колено, насколько можем. Правый пятый тянемся к полу. Утягиваться вдоль левой ноги. Широкий шаг, шире, чем классическая паршотка на сане. Но это не шпагат. Это наклон. С растяжкой. С элементами растяжки, конечно. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вдох. Сгибаем левое колено, возвращаем ноги в предыдущем положении. Поднимаемся. Правая рука вперед. Скручиваемся влево, левая рука назад. Внимание, поверх левая ладошка. Скрутка влево. Один. Ноги как в воине первом. Марина, скрутка влево. Два. А почему нога-то правая впереди? Три. Так как левая должна быть. Семь. 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 Еще стоим. Семь. Шесть. Семь. Восемь. Вдох. Левая рука вперед. Вдох. 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 Шагом или прыжком переносим ноги к рукам. Вытягивайте из наклона на вдохе. И немножечко шире ноги, то есть расстояние между стоп, ширина вашей стопы. Подсомните ноги в коленях. Прижимаем ребра к бедрам, захватывая большие пальцы ног. Падан буштхасан. Плотная складка между ребрами и бедрами. Вдох, посмотрите вперед из наклона. Выдох, наклон, макушку вниз, плечи от ушей, локти в стороны. Колени можно выпрямить, если складка между животными и бедрами осталась. Смотри, чуть-чуть пошире ноги. Ширина стопы между стопами. Тянемся, растягиваем заднюю поверхность тела. Один. Плотная складка. Хорошо. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Взгляд вперед. Чуть-чуть пошире ноги раздвигаем. Падахатасана. Наступаем стопами на ладошки. Это не классическая штанга. Падахатасана шире шаг значительно, да? Но чуть шире таза на самом деле. Снова посмотрите вперед. Вдох. Выдох. Макушка тянется в пол. Плечи от ушей, шея длинная. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Освобождаем руки. Смотрим вперед. Вдох. Еще чуть-чуть шире ноги, но в пределах узкого края коврика. Сгибаем колени и расталкиваем локтями колени маласана. Здесь мы стараемся копчиком потянуться вниз, макушкой вверх, локтями раздвинуть колени, вытянуться, дышим. Если вы чувствуете, что пятки взлетают выше таз, пятки на пол. Будет силовой вариант позы. Хорошо. И сейчас не до конца разгибая колени, просто приподнимая таз, но вставаясь на плодик, правой рукой ныряем под правое бедро, уходим руку за спину. Левую руку просто уходим назад и соединяем руки за спиной. Захват. Сейчас попробуем, у всех получится. Делаем захват, у кого хороший захват, можно прямо взяться правой рукой за левое запястье. И далее разгибаем правое колено и из-под левого плеча смотрим на потолок. Только если плечо будет говорить, что не надо, все, когда не надо, тогда так, один, два, плечо правое может вам говорить, что не то вы делаете, три, если чувствуете боль в суставе, конечно, не делайте захват. Четыре, пять, возвращаемся в Маласану, ослабождаем руки на мосте, собираем вдох, выдох. Еще один вдох. На выдохе снова приподнимаемся, левой рукой ныряем под левое бедро, разгибаем руку в локте, правую за спину, соединяем, если хороший плотный хват, то за правое запястье. Пытаемся разгибать левое колено, смотрим из-под правого плеча на потолок. Один, два, три, четыре, пять. Так, аккуратненько возвращаемся в Маласану, до, выдох. Проверите, что сложно колено сжато к плечам, бокасам 10 счетов или все 10 счетов, сколько я считаю, делаем попытки выкидка. А до тех, кто так умеет, если делать? Нет, нет, пробовать. Все равно. Только не вынимать ноги, не идти до конца. Делайте, ребята, 10 счетов просто наочитываем. У нас коллеги сжатся к плечам, то есть очень внимательно, чтобы не соскальзывали до локтевого сустава. Именно плечо, то есть рука выше локтя. Очень важна группировка, да, то есть мы пытаемся бедрами обжимать бока. У вас все хорошо, что забедренные, поэтому здесь проблем нет. Пальцы пошире, это важно, чтобы увеличить площадь опоры. Не собираем пальчики вместе. Стоим на носки, молодец, выше таз. Чуть-чуть кальп плечи вперед, чуть-чуть плечи, не руки-плечи. Все, чтобы вес почувствовала на руках. Теперь одно колено, любое, сгибая, пятка, следицы, вот, умница. Стоим так какое-то время, потом можно отдохнуть и поменять ноги. Отдохнуть и поменять, или сразу поменять, да. Хорошо, Юля, то же самое. То же самое делаем. Выход в стойку на голове, кто может. Это было по протоколу, Андрей, мои мысли сочетал. Вот что значит практика йоги развивает силы, сверхспособности. Я только хотела это предложить. А вот смотрю, уже на голове. Единственный момент, на лоб встал, а не на макушку. На мелодию такого. Кто боится выходить из бакасаны, а такие и есть в нашей группе, делаем попытки пошагово. Идем до той степени, до той глубины, до которой вы сегодня готовы сделать. Начинаем с того, что мы из положения кошки. Оля не выходит из бакасаны? Можно из шершасанного? Хорошо. Вы пока можете бабочки, и потом повторить. Я вам дам другой вариант выхода в стойку на голове. Все-таки молодцы. Голова на макушку. Очень важно, да? Темечка, демяная кость. Ладошки не на линии с головой, а ближе к ногам. Локти назад. Встаем на носочки. Вы уже на голове. Если вы себя здесь более-менее нормально чувствуете, походим ближе. Одно колено над плечом, другое колено над плечом. Вы уже точно на голове. Если вы дальше готовы двигаться, дозра к животу. И вытягиваем ноги вверх. Вы идете до той степени глубины, до которой вы можете сюда дойти и хватит. Можете сюда дойти и хватит. Можете сюда дойти и хватит. Контролируйте каждый свой шаг. Вы вдвоем делаете следующий выход. Голова душа так же. На макушке. Поднимаем колени. Руки шире коврика, пальцами назад. Подходим ногами ближе. И спечатываем, просапываем, то есть поднимаем ноги. Вот так вот делаем шершасы ног. Тут у вас нет промежуточных шагов, поэтому ошибаться нельзя. Медленно на контроле. Если есть силы, выводим себя поясницей, поднимаем. Кто устал, бабочки отнимаем. А, подкурки тоже не купать. Медленно на ладошку. Голова вот на этой точке. На лоб, на макушечку. Руки вот сюда. Так, чтобы локти были направлены назад. Все, встаем на носочки. Все, уже на голове. Не, я просто покажу. Молодец. Это уже 50%. Если готовы пойти еще дальше, одно залетное на плечо. Не, пока не так. Ну, все. Начинаем, все, пока завтра. Хорошо. Кто все сделал, бабочки, включаемся. Отдыхаем бабочки, промежуточная бабочка. Чтоб немножечко перезакнуть, отдышаться, восстановиться, помогли за состоянием. Ага. Марина, пойдем дальше? Ну, если только с поддержкой. Ну, естественно. Естественно. Сейчас, одной бедром к животу, к животу. Второй, молодец. Вытягиваем ноги вверх, вытягиваем смелее. Обе ноги. Молодец. Луками работаем, болтаем, бул. Ну, почкоречку выходим, чтобы на голове что-то вес пошел. Молодец. Пошли. Все, привет. Я все-таки у вас на полушке. Отлично. Хорошо. Я как-то... Я даже сейчас еще не могу, да, побоюсь? Ну, с непривычки, конечно. Шея должна попаливать, давление на боку белославливого. Это колонная чакра открывается. Все в порядке. Доступным способом собакам можно донить. Едем дальше. Угу. Отстраиваем Адху-Мухашванасану. Поднимаем правую ногу. Экопада Адху-Мухашванасана. Сейчас можно открытаться, поднять ногу, как можно выше. Вот прям пошпагатить ее. Держим. Носочек вот себя натягиваем. Один. Два. Да, Юля, молодец. Которая у Федосова. Хорошо. Носок, который больше не тридцать. Да. Сильно ногу диагональнее убейте. Просто чуть разверни бедра наружу. Четыре. Пять. Сгибаем правое колено. Выходим в планку. Плечи над ладонями. Колено мы достаем до плеча. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Правая стопа на пол. Берем вес на правую ногу. Поднимаемся. Левое колено к себе. И в сторону поза дерева. Отстраиваемся. Я к вам разворачиваюсь. Буду вас зеркалить. Мы стоим на правой ноге. Находим баланс. Левая нога не соскальзывает. Даль на опорное. Петро в ладошке. Намасте. Нас головой остаемся. У кого все хорошо с равновесием. Взгляд на большие пальцы рук. Один. Два. И в прерывном усилии вращаем бедро наружу. Три. Вот один упал. И прям сразу вовлекаешься в эту энергию. Четыре. Пять. Хорошо. Едем дальше. Следующий баланс. Полиметокаска. Подымутокаска. У нас крутка влево. Берем правую левую ногу. Или за стопу. Или за колено. Промежуточный вариант. И смотрим. Или перед собой. Или что лучше на левую ладошку. Один. Опорную ногу старайтесь раздебать все-таки. Два. Колени. Три. Четыре. Пять. Отпускаем левую ногу. Делаем шаг. И остаемся в сторону. Направлено. Шаг назад. Сюда. Назад. Назад. И остаемся с положением ног для триконаса. Собственно, в нее идем вдох. Вы стянулись на выдохе. Движение тазом. Влево. Правый бок вытянули. Оза треугольника. Вошли в оза треугольника. Взгляд на левую ладошку. Фиксируем положение. Вытягиваем нижний правый бок за счет сокращения верхнего левого. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Парелита триконаса. На левую руку вниз вдох. Если нужно, подкручиваем левую стопу в диагональ. Детравый артаз. Правая рука вверх. Выдох. Взгляд на правую ладошку. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Артка джиндраслана. Подсогните правое колено. Правая рука на кончике пальцев перед правой стопой. Левая нога вверх. Левая рука вверх. Снова открываемся. Разворачиваемся в сторону. В левую сторону. Друдная клетка. Живот. Левое педро. В одной плоскости. Как у стены стоим. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Парелита. Артка джиндраслана. Левая рука вниз. Правая рука вверх. Таз закрыт. Скручиваемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Косой пистолетик. Левое педро под правое. Мы сгибаем правую ногу ровно настолько, чтобы мы могли присесть, не поднимая пятку. Правая рука держит первую ногу. Можно под коленку захватиться, за голень или за стопу. Но хват есть у всех. Ваша левая рука вам помогает. Помогает держать баланс. Немножко здесь побудьте, да? Захват оставляем. Захват оставляем. И сейчас толкаем левой ладошкой пол. Сначала разгибаем, да? Берем свой вес частично на левую руку. Разгибаем правое колено. Потом сгибаем левое колено. Поднимаемся. И превращаем наш пистолетик в асимметричного танцора. Натара джасана. Левая рука вперед. Правая рука держит левую ногу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Отпускаем левую ногу ладошки на пол. Вдох. Шаг правый. Чудуран. Вдох. Собака морда вверх. Вдох. Собака морда вниз. Вдох. Несколько декабряных циклов. Собака морда вниз. Останьте. Выдержитесь. Подбородок круги. Выдяните позвоночник. Огляните себя. Посмотрите мысленно. Почувствуйте, послушайте. Как вы прислушиваете самочувствие. В готовности ли продолжать то же самое. Левая рука вверх. Как опады на левую ногу. Один. Два. Да. Здесь можно немножечко развернуть бедро наружу. И выше поднять ногу. Сделать такой неправильный шпагат. Нога с силой. Четыре. Пять. Сгибаем левое колено. Переходим в планку. Колено достаем до плеча. Ближе к суставу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая стопа на пол. Берем вес на левую ногу. Поднимаемся. Правое колено. Силе. Хорошо. Я опять разворачиваюсь к вам. Рекшал. Силе. Дерево. Стоя на левой ноге. Правая стопа на левое. Вдруг. На левое. На левое. Ног головой. По готовности внимательно наброши пальцем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. И грудь. Вдох. Скрутка вправо. Левой рукой за колено. Или лучше за стопом. Париврита хаста поданкушт хасаном. Внимание на правую ладошку. Или перед собой. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отпускаем правую ногу. Шаг. И сразу раскрылись. Да. Остались. Широкий край коврика. Вдох. Движение. Марина. Левую стопу к зеркалу разворачиваем. Движение тазом вправо. Левый бок вытянули. Движение. Покладем в треугольник. Покладем. Продолжаем толкать таз вправо. Вытягивать левый бок. Сопрощать вверх неправо. Стараемся не сжать, а этот растянуть. Взгляд вверх. Широ держим. Один. Ну не так, чтобы прям. Но у Джая приветствуется два. Я слышу, что прям притаилась так. Три. Четыре. Пять. Паревиза триканасана. Правая рука вниз. Вдох. Правую стопу чуть-чуть диагональ подкрутили. Левая рука. Вдох. Взгляд на левую ладошку. Остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая рука перед левой стопой. Кончики пальцев. Это все-таки больше одноногий баланс. Правая нога вверх. Правая рука вверх. Опять таз чуть-чуть приоткрыли. Артхатчандрасана. Нет. Симметричный. Левая рука на полу. Левая нога на полу. Правая нога вверх. Правая рука вверх. Да. Ногу выше. Тут у нас таз открыл. Здесь можно прям шпагатить откровенно. Один. Два. Разворачиваемся. В правую сторону грудь. Живот. Бедро. Три. Правая. Четыре. Пять. Пареврита артхатчандрасана. Правая рука на пол. Левая рука вверх. Таз опять закрылся. Как в пареврита триканасане. Один. Два. Вес больше на стопе на левой. Три. На руку сильно не полагаетесь. Четыре. Пять. Косой пистолетик. Правое бедро под левое. Левую коленку сгибаем. Правая ладонь вам полноценно помогает придерживаться. Вы прям держитесь за пол правой рукой, чтобы не упасть. Несколько дыхательных циклов здесь. Захват сохраняем. Помогаем правой рукой толкнитесь. Разгибаем опорную ногу наклон. В наклоне сгибаем правое колено. Из наклона плавно, спокойно поднимаемся. И уже в вертикальном положении начинаем прогибаться. Правая рука вперед. Левая рука держит правую ногу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отпускаем правую ногу ладонь на пол. Вдох. Четуранга. Выдох. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Несколько дыхательных циклов. Собака мордой вниз. Кому актуально, вот у ребенка сейчас можно делать отдох. Кому не актуально, остаемся с собакой мордой вниз. Отдыхаем в этом положении. Вдыхание спокойное. Мысленно себя просматриваем. То есть мы держим внимание все время на себе. Не думаем о посторонних вещах. Но четко в процессе практики. Хорошо. Кто в пользу ребенка, вернитесь в положение от Кому Каштанасен. Собака мордой вниз. И снова переносим шагом или прыжком стопы. Вперед за ладони. В Маласану. Второй подход Маласану. Вытягиваемся. Несколько дыханий. Можно даже пошире ноги. Чтобы, если голеностоп не пускает, чуть-чуть увеличить расстояние между ног. Возможно, это поможет более устойчиво себя чувствовать. Отлично. Разгибаем колени. Левой рукой хват за правую голень. Правой рукой хват за левую. Правая сверху рука. Вдох в центре. На выдохе мы делаем движение. Прижимаем левый бок к левому бедру. И пробуем поднырнуть под правое плечо. И выдвинуть на потолок. Парегрита, просорита, податанас. И несмотря на скрутку, мы тянемся макушкой вниз, вытягивая позвоночник. Держимся. Один. Два. Три. Коленки постарайтесь выпрямить до конца. Четыре. Пять. Хорошо. Вернитесь в центр. Вдох. Меняем руки. На выдохе. Правый бок к правому бедру. Ныряем под левое плечо. И смотрим на потолок. Тянемся макушкой вниз, вытягиваем позвоночник. Один. Два. Три. Четыре. Пять. На вдохе в центр. Подгибаем ноги в колени. И пробуем завести руки чуть-чуть дальше за стопом. Чуть-чуть дальше. Боком показываю, чтобы было более наглядно. Затем сильнее сгибаем колени. И пробуем усадить бедра на свои плечи. И в принципе можно остаться здесь. Но если вы готовы усложниться, мы сначала разгибаем одну ногу. Если здесь все в порядке, вторую. Если не готовы, то остаемся на четырех опорах. Титип-хасовной. Причем вариант Титип-хасовной мески. Один. Два. У кого стопы поднялись, коленки затягиваем. Три. Молодцы. Держимся, держимся. Вперед грудью тянемся, чтобы не перевешивал таз. Четыре. Пять. 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 Шесть. Семь. Восемь. Девять. Супер. Десять. Доступным способом. Очень аккуратно. Не падая. Переходим в положение сидя. Как вы? Сбрасываем напряжение с рук. Особенно, если вы на них постояли. Как самочувствие? Оказывается, живо, здорово, все хорошо? Уповедите, что канадцы на ноги в сторону. У нас сегодня были два вертикальных положения. На плоских просорите, да? Это то же самое, только в другой плоскости. Плюс у нас была в разминке вот эта же история. Поэтому сейчас, в общем-то, можно потянуться, но опять же по ощущениям. Если что, коленки сгибать можно, но ноги не расслабляем. Супер на себя, пальцы в потолку. Проворачиваем таз вперед, да? Накатываемся на лотковую кость. На пол таза вперед. Руки перед собой. Можно потянуть их дальше. Если вы готовы, опускаем напротив плеча. Если вы готовы, прижимаемся корпусом к полу. Но на том дело, но от живота. И остаемся. Тянемся. Очень внимательно следите за ощущениями по задней и внутренней стороне ног. И вот избегая вот этих вот качелей. Качаем, качаем, да? Не качаемся. То есть вот можно углублять с каждым выдохом. Смотрите, чуть более активно ноги. Во, во, во. То есть ноги участвуют полноценно в упражнении. Вероника, как там у тебя дела? Вероника, как там у тебя дела? Что-нибудь хорошее для себя найди. Может, это приятно. Может, мысли какая-то приятная придет в голову в процессе, да? Ну вот, кому-то прям позы приятные, реально видно. Человек удовольствие получает. Хорошо, за вдохом садимся. Два варианта. Вытирайте, которые вам комфортнее. Попроще, условно попроще. Джамушатшасана левая нога. Широкая джамушатшасана. Посложнее, полувирасана, колено в сторону. То есть угол между ног побольше. Вот этот вариант посложнее. Тут внутренняя остация. То есть такое сильное отгибание колена. На сто процегивается. Вы его уберите, если вы в нем уверены. Если не уверены, то Джамушатшасана вполне подойдет. Но ноги пошире в любом случае, да? То есть расстояние, угол между ног, он максимально широкий. У всех опять же свой максимум. Мы кладем правую руку на левое бедро. И делаем боковой наклон, стараясь прижаться плечом правым к правому бедро. Если получается, достаем левой рукой до правой стопы. Делаем захват и смотрим на потолок из-под левого плеча. У кого положение полувирасана, ягодица левая будет отрываться. Старайтесь ее все-таки прижимать. Это создает больше вытяжения по левому боку, но в этом есть свой смысл. Спокойное дыхание. Дыхание не должно терять. Все время видосового локоть жестче. Разгибай левый локоть. Да, тянись. Немножко руку, девочки, за голову уводите. Чуть-чуть сгибания добавляем. Оля может даже... Оля, Вероника, вы можете пойти еще дальше, развернуться, прижаться правой лопатой к правой ноге и прям посмотреть, развернуться грудью к потолку. Вам подвижности хватает. Отлично. Хорошо. Со вдохом поднимаемся за левой рукой. Колено вперед. У кого джаму-ширшасана, вставляйте, как было. Подтягиваем к себе правую ногу. И делаем примерно то же самое, только, ну, в картинку в пространстве. У кого джаму-ширшасана, вы будете делать вот этот вариант, да? Сурья-ширшасана. Ну, у кого полу-ширасана, колено вперед. Вот этот вариант. То есть, хват. В этом случае, в прошлый раз у нас колено было прямое, да, относительно. Здесь у нас колено может оставаться подсогнутым, если растяжки не хватает. Но мы также пытаемся выглянуть из-под левого плеча на потолок. Также тянем левый бок. Очень похожи эти позиции. Погнали. Девочки. Все нормально. Можно даже так. Пока так, да. Все равно ощущения есть в тазобедренном, по мышцам ноги, в спине, в боку. Есть все это. Все, поза работает. Глубина позы, это вообще очень условно. Если вы можете в этой позе спать, она уже для вас не работает. Вам надо что-то поинтереснее находить для себя. Например, уводить ногу за голову. Правую. Ну, вот, мне так, да? Потому что здесь, ну, ничего, все равно отработано. Вот, если я за голову заведу, это уже будет поинтереснее. Хорошо. Отлично. Выходим из этого положения. У кого полуверасана еще есть, сохраняйте. У кого жанна шутшасана, тоже сохраняйте. Попроще вариант. Правая стопа перед собой посложнее перешагнуть. Да. Перешагнуть можно даже, если вы с жанна шутшасан. Будет больше приведения. Скручиваемся вправо левым локтем. Цепляемся за правое бедро. Липом можно себя приобнять. Притянуть левой рукой бедро правое к животу плотнее. Это тоже будет скрутка. Оля, Юлия, Борисенко, Вероника. У вас руки пустят. Подныриваем левым предплечьем под бедро. Соединяем руки за спиной. Взгляд в сторону скрутки. Один. Только кто подныривает, следите внимательно, чтобы с плечами. Все ок. Было два. Вероника, ну давай, вводи правую руку за спиной. Или что, тебе помочь? Я помню. Три. Ладно, не надо тогда, не надо. Четыре. Пять. Хорошо, медленно выходим из скрутки. Вытягиваем вперед правую ногу. Если нужно, помогите себе руками поднять таз. То есть толкнуть пол, встать на колено. Если есть возможность, без помощи рук поднимаемся. Если есть возможность, то с помощью рук поднимаемся. Отлично. И у нас динамическая виньяка. Мы делали сегодня эти позы статики. Сейчас мы поделаем динамики. Здесь вдох. Можно руки на полу держать. Можно руки поднимать чуть-чуть глубже. Задействовать ключи. Здесь выдох. Восемь раз. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Выдох. И продолжаем движение правой ногой дальше, дальше, дальше. Причем левая остается на носочке. До точки невозврата. Левая на носочке. На носочке. То есть ваш вариант может быть такой. Полуня, да? И вот мы вышли в свой максимум. Он у всех тоже свой. И с вами максимума мы поднимаем левая колена от пола. Если вы вышли в такой максимум, упираемся носком в пол, поднимаем колено от пола. Видно, да? Не видно? Сейчас развернусь, чтобы было видно. Вот мы вышли. Вот это такой мой максимум. Я поднимаю колено здесь. Я вышла сюда. Я поднимаю колено здесь. Если вы при этом сидите и держите себя на поле, руки на носке на полу. Держимся. Раз. Два. А коленку, парень, поднять? Три. Руки на пол, а коленку в этом положении поднимайте. Вы руки поднимаете, если вы уже сидите на полу. Четыре. Если вы можете контролировать свои ноги. Пять. Еще немножко. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Супер. Десять. Собираем ноги. Собираем ноги. Отдыхаем ее. Чуть-чуть отдохните. И кошка. Из положения кошки опять садимся, встречивая голени. Вытягиваем левую ногу в сторону. Правую или в джану шершатами оставляем. Или делаем полу-верассану и отодвигаем ногу тоже снаружи, увеличивая угол между ног. Боковой наклон влево. Левую руку кладем на правую игру. Правая рука вверх. Диагональ. Взгляд из-под плеча. Если можем, делаем хват за ногу, за стопу левой ноги. Колено левое прямое. Один. Кто в полу-верассану, мы не забываем создавать усилие на то, чтобы прижать правую ягодицу к полу. Два. Три. Четыре. Пять. Еще несколько дыханий, а то побудьте. Может быть, чуть-чуть углубитесь. Лучше прочувствуйте свое тело, свое положение. И со следующим вдохом вместе с правой рукой выпрямляемся. Колено правое вперед. Весь джану шершасом оставляем предыдущий вариант. Стопу себе левую. Хват правой рукой за левую стопу. И пробуем засунуть одноименную левую руку под бедро. Выпрямить колено, насколько можем. Здесь оно может до конца не выпрямиться. Если все выпрямилось, смотрим по-прежнему из-под правого плеча в сторону и вверх. Один. Хорошо. Кать, можно я вас чуть-чуть потяну? Кать, тогда можно. Два. Просто, чтобы вы прочувствовали. У вас, в принципе, гибкости очень даже неплохо. Три. Все нормально? Да. Мне стоп-слово-заговорили. Да, да, не, не нормально. Четыре. Хорошо. Пять. Еще пару дыханий здесь задерживайтесь, понаблюдайте за собой. Отлично. И сейчас опускаем левую стопу на пол. Если готовы, в пол убираться не перешагиваем левой ногой через правое колено. Если готовы, кто не готов, не делай, да? То же самое, жалко шершаться. Не или так, или так. Скрутка влево. Если правое плечо не пройдет, ныряем плечи под левое бедро, соединяем руки за спиной. Что-то Марина опять с ногами умудрила. Другая сторона, а у нас левая нога. Наслевая. Правая, да, на полу, левая на стопе, скрутка влево, закрытая скрутка. Два. И наклона нету, просто поворот головы в сторону. Шея длинная, смотрим влево. За левое плечо четыре. Юля, давай цепляйся, у тебя там есть все, чтобы захватиться. Федосовна, я там еще хватает. Помочь? Давай помогу. Прямо у тебя там один сантиметр. Один сантиметр. Вот, вот, ты сама уже достала. Четыре. Пять. Хорошую. Пять. Дышать не можешь. Вот это плохо. Отпускаем захваты, выходим из скрутки. И вытягиваем левую ногу в плечо. Если можем, без помощи раз поднимаемся. Если не можем, помогаем себе руками. Выполняем восемь виньяц. Санчаласана, артхануманасана. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще пять. Четыре. Три. Два. Один. И увеличиваем расстояние между ног. Двигаем левую ногу вперед. Руки помогают, полноценно помогают. И вы чувствуете, что все, стоп. Но не идет больше, да? Правая нога на носок, правая. Колено поднимаем, на руках остаемся. То же самое, если вы сели. Правая нога на носок, колено поднимаем. Силовой вариант такой. Делаем, как мы носом на руке на голову. Коленку затягиваем. Раз. Вверх лев стараемся поднять. Два. Три. Четыре. Пять. Чувствуем сильные ноги. Бежит хануман. Четыре. Вероника, ты там как? Пять. Шесть. Хорошо. Ну ты же сидишь, да? Уже. Семь. Восемь. Деньги. Десять. Собираем. Отдыхаем в позе ребенка. В позе ребенка. Собака мордой вниз. Шагом, прыжком. Кто готов к пробросам ног вперед, переходим в положение сидя. Вдох. Вдох. Ложимся. Сгибаем колени статически полуно. То есть, мы в самом начале сегодня делали динамику. Сейчас мы делаем статику удержания сету бадхасана, поднимая таз. Остаемся. Держимся. Постарайтесь сейчас свести лопатки ближе друг к другу и взять вес со спины, с лопаток, перенести на трицепсы. Держимся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Поднимаем пятки, встаем на носки. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Попробуйте сейчас сгибнуть руки в локтях и придержать руками свою поясницу, как вот репарита коральним утром. Мы делаем, придерживая руками свою поясницу. Опускаем пятки, делаем шаг правой ногой вперед, левой и ставим стопу на пятки. Железный мозг. Остаемся еще один. Коленки пробуем разгибать. Два. Стопу на себя. Три. Два. Четыре. Пять. Аккуратно возвращаем стопу на пол, сгибая колени. Ладони под плечи. Толкаем ладошками в пол. Кто готов, поднимается в мостик. Кто не готов, пробуем хотя бы поднять попавки и перестать голову на макушку. Еще восемь счетов. Поехали. Один. Руки активно работают. Два. Если ваша голова уже на полу, старайтесь не втыкаться головой в пол, а руками толкать. Четыре. Пять. Шесть. Кто готов, ближе руками к ногам подходит. Семь. Восемь. Легокий вдох. И на выдохе возвращаемся в положение лежа бедра к животу. Покатайтесь из стороны в сторону по ванному к тасаму. Перекатом садимся. Саламба шуршасана или пинча маурасана. Кому нельзя вставать на голову, но он уже вставал, да? Можно сделать на предвлечек. Кто делает спокойно шуршасану, саламба шуршасана, делайте пинчу. Она поинтереснее. В любом случае опора на руках. Прыгать можно, только если вы это делаете у стены и не ставите голову на пол. То есть замахом, Кать, вспоминаю, да? На прошлом занятии об этом говорили. Вот этот выход прозножкой. Только если ваша голова не на полу. То есть более сложный вариант. Если вы делаете шуршасану, прям пошагово, вот, обнимая предвлеченную голову, она держит голову. Это не я нашел на скележу, это именно полноценная шаламба, опора для головы. Макушка только касается пула. В отличие от первой стойки, которую мы сегодня делали, там реально была опора на голову. Подходим, колено согнуть, не выпрямлять позаведренные, а согнуть колено. Другое, зависнуть. И если все стабильно, потихонечку вытягиваемся вперед. Если вам страшно, вы, в общем-то, тоже можете работать у стены, но только не снять и сразу ноги на стену закинуть. Так не работает, так вы не сможете. Какая нога легче поднимается, то и поднимаем. А вторая толчковая. Все, нашел баланс. Так, прогиб убираем скосницы. И толкаем себя, толкаем. То есть вот это движение. Вот это движение. Сейчас я коленями не достану. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Ну, прогиб все равно есть, да? Видно, по-насу. Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть есть. Хорошо, тогда ложимся на стену, делаем сарвангасану, если нету ограничений для переворота. Тойка на плечах. Да. Бабочка лежит. Хорошо. Кому нельзя, бабочка лежит, либо виболита каранин, либо просто ноги поднимаем, вверх держим. Дыхание спокойно. Если вы выбираете делать все-таки перевернутые, вы головой не крутите. У вас голова на затылке. Внимание, кончик носа или большие пальцы ног. Стараемся вытянуть вертикально. Если вам хочется немножко разнообразить свою нагрузку, усилиться, делаем нейролампа сарвангасану, вытягиваем руки вверх параллельно бедрам. Можно по одной руке потихонечку стараться. И старайтесь, чтобы ноги при этом за голову не уходили. Дышать так не очень удобно, конечно, но дыхание не должно прерываться совсем. Хорошо, подержала, молодец. Отлично. Хорошо, еще немножко подерживайтесь. Потихонечку ноги за голову вводим. Еще несколько дыханий уколасами. А кто уже вышел из козы, можете оставаться уже лежать. Уже туда-сюда не ходить. Нормально? Нормально? Угу. Хорошо. Отлично. Убер. Хорошо. Потихонечку позвонок за позвонком возвращаемся. Раскручиваемся. И на несколько дыханий матьясана. Ноги можно сделать бабочкой, нужно вытянуть вперед, как вам, собственно, нравится. Можно сделать силовой вариант матьясана. Да, она подаст, она подняет ноги, да? Не с спрессом поработать. Грудной прогиб. Грудную клетку толкаем вверх к потолку. Шею расслабляем. Если макушка на потолке, можно вытянуть ноги в диагональ, поднять руки, соединить ладошки над трубком. Но основное движение, грудной прогиб, не теряем. Можно сделать в пассивном варианте, даже не доставая головой до пола. Просто продышать, компенсировать сгибание. Угу. Оль, вытягиваем и запрокидываем. Если не комфортно, вот в этом. Да, просто дотянем шею, делаем ее длинное движение, акцент на грудное делаем. Хорошо. Все, и сейчас выкладываем все удобно. Вытягиваем руки, ноги. Давайте сделаем, сейчас еще немножко со светом останемся, несколько секунд. Коротенькую такую медитацию по джекам самому. Вытяните руки, ноги. Руки лучше вдоль тела. Закройте глаза. Отпускайте контроль за дыханием. Отпускайте банки. Хорошо. Сейчас несколько дыхательных циклов спокойных. И с каждым выдохом проговариваем про себя мысленно. Я расслабляюсь. Я расслабляюсь. Только лишь для того, чтобы сбросить основное напряжение после тренировки, после упражнений. Сейчас мы будем делать другого напряжения, которое вам позволит еще лучше потом впоследствии расслабиться. Итак, сейчас внимание переносим к стопам. И сожмите пальцы ног, подожмите их к стопе так, чтобы прочувствовать максимальное напряжение подошвы. Сожмите пальцы ног в кулаки. И держим, 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 держим напрягаем их. Дыхание не прерывается. Дышать продолжаем. Расслабляем ноги. Хорошо. Сейчас поднимаем внимание к коленям, к коленной чашечке. Стараемся разогнуть колено максимально, то есть подколенное пространство прижать к полу. Коленные чашечки должны максимально-максимально напрягаться. Держим, держим, держим. Больше ничего, кроме колени, не напрягаем. Расслабляем. Отлично. Поднимаем внимание, мысленный взор выше, к ягодицам. И сжимаем свои ягодицы. Нет, ноги вытянуты остаются, позу не меняем. Сжимаем ягодицы, напрягаем, напрягаем ягодичную мышцу максимально. Орех такой делаем, но дыхание не теряем. Расслабляем. Отлично. Хорошо. Теперь живот. Пробуем втянуть живот, сделать в Диана-банк. Вот здесь можно немножко задержать дыхание. И очень-очень-очень-очень твердый такой натянутый живот. Бружная стенка прям натянулась как барабан. Но только внутрь. И расслабляем живот. Теперь сделайте вдох. То есть, скорее всего, у Дианы вы делали на выдохе привычным образом. Сделайте вдох, выдержите на вдохе и напрягите мышцы грудной плетки. То есть, на вдохе они немножечко подрастянуты, постарайтесь их напрячь, 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 включить. И расслабляйтесь. Хорошо. Внимание к рукам. Сжимаем пальцы рук очень-очень сильно в кулаки. Как будто вы что-то суперценное. Держите и максимально держим, напрягаем, 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 напрягаем кулаки. Очень-очень сильно держим, 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 держим. Раз, два, три. Хорошо. Отлично. Теперь внимание к лопаткам. Вам сейчас придется немножко прогнуться. Сводим лопатки к позвоночнику, стараясь сократить расстояние между лопаток до своего максимума. Опять вы почувствуете растяжку грудной клетки, но все-таки внутренний взор больше к спине. Напрягаясь, напрягаясь, напрягаясь к лопатке, спину, чувствуя мышцы спины гармошкой собрались. Расслабляем. Хорошо, отлично. Переносим внимание к голове. Сейчас матушкой подтянитесь вверх. Ваш вверх это стена позади вас. Вытяните шею и поднимите голову на 2 см от пола и подержите ее в воздухе. Буквально несколько секунд. Так, чтобы шея напряглась, мышцы головы, мышцы лица напряглись. Дыхание не прерывается. И опускаем голову на пол. Хорошо, отлично. Отлично. И сейчас опускаем напряжение, которое было только что в теле. Полностью расслабляемся. Глаза остаются закрытые. Мы ни о чем не думаем. Мы наслаждаемся этим расслаблением. Остаемся еще несколько минут шавасана до полного восстановления сил для того, чтобы накопить энергию. Продолжение следует... Продолжение следует...